Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем гастро-канале «Сладкие перси». Сегодня мы с вами готовим одну праздничную закуску. Ее, конечно же, можно приготовить на Новый год. До Нового года остается совсем мало времени, поэтому я вам советую сохранить рецепт. И эта закуска понравится тем, кто любит морепродукты так же сильно, как и я. Потому что мы с вами будем готовить креветки в беконе. Берем любой бекон. У меня был говяжий. Да-да, у меня был говяжий бекон. Такой тоже продается. И нарезаем его на полоски, если уже нарезанные полоски нам кажутся широкими. В моем случае так и было, поэтому каждую полоску я разрезала еще на три части. И второй ингредиент, который нам понадобится для этой закуски, это, конечно же, креветки. Креветки нужно брать уже очищенные и, конечно, крупные. Нет, вы можете купить и мелкие креветки и очистить их дома самостоятельно, но просто вы на это потратите намного больше времени, чем сразу купить уже готовые, очищенные крупные креветки в магазине. Если у вас есть возможность и есть выбор в вашем магазине, то советую купить не вареные мороженые креветки, а сырые. Вот такие вот серые. Именно такие креветки получаются самые вкусные, потому что они остаются сочными при приготовлении, а вареные мороженые креветки, получается, вы готовите уже второй раз, поэтому они получаются жестче. Креветки нужно разморозить при комнатной температуре, затем слегка сполоснуть, я всегда мою креветки перед приготовлением, и обмакнуть бумажными полотенцами от лишней влаги. Затем просто берем каждую креветочку и вот так вот оборачиваем ее полоской бекона. Если у вас креветки еще крупнее, чем у меня, то на одну креветку можно использовать не одну полоску, а две. Свиной бекон для этого рецепта тоже можно брать, и я вам честно скажу, лично мне свиной бекон нравится больше. Но в магазине по акции был говяжий, поэтому мы решили купить его, мужу говяжий больше понравился, мне он показался немножко жестковатым. Поэтому, как и со всеми рецептами, скажу так, у нас у всех разные вкусы, и нам могут нравиться разные продукты и разные их сочетания. Это не значит, что что-то одно хорошо или плохо, просто нужно пробовать, экспериментировать, и кому-то что-то понравится, кому-то нет, это абсолютно нормально. Дальше мы с вами берем противень и застилаем его пергаментом. У меня пергамент с антипригарным покрытием, поэтому маслом я его не смазываю. Мы просто берем и кладем на пергамент наши креветки, немножечко их прижимаем, чтобы бекон у нас не развернулся при приготовлении. Никакие шпажки и зубочистки я здесь использовать не буду, хотя изначально думала, но по факту бекон хорошо лежит, и ничем прижимать его дополнительно не надо. Отправляем противень в духовку, разогретую до 200 градусов, и готовим примерно 10-12 минут. Больше не нужно, иначе креветки получатся жесткими и суховатыми. И посмотрите, какая у нас получилась классная, очень простая в приготовлении и очень сытная закуска. И даже не говорите мне в комментариях, что такую нельзя готовить на новогодний стол. Ну, кто вам запретит? Приятного вам аппетита и буду ждать ваши отзывы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!